Доброго утра! Сегодня четверг, какое? 24 января. Завтра уже день Татьяны, 25 января. Провожаю Афоньку, он едет с папой в детский сад. А я не с кем? А я вообще не еду. А Антоша с мамой едет в школу. А я не еду в школу, почему я иду? У меня сегодня выходной, у меня дополнительные калейки. Афонь, скажи ему. У меня там маленький зубик уже растет. Да? Круть. А этот еще нет, а этот вообще уже где-то вот не растет. С чего? Вот Афоня не хочет каждое утро идти в детский сад. Ну ничего, завтра пятница, а мы же еще и сегодня батарейки купим. Я там посмотрела, нам нужно 5 батареек, сынок. Запомни, 5. Хорошо? Купим? Нет, но ты не забудь. Так и ты не забудь. Я тебя сегодня заберу, и мы не забудем с тобой. Хорошо? Ну все, я люблю тебя, сынок. Давай сегодня купим батареек. Да, сегодня купим, сегодня. 5 батареек. Да. Ты даже должна зайти. Я зайду, зайду, конечно. Не разбей только. Красота утра, такое небо классное. Дашь тебя довезти? Мы в школу. Красивый рассвет. Надо смотреть на дорогу, а я любуюсь рассветом. И самолет полетел. Гриша говорит, я научился кровать заправлять. Альберта. А шторы поправлять ты еще не научился? А? Шторы поправлять. Я еще маленькая. Ага, да? Ну не красота ли весна? Представляете, у нас тепло. Хорошо даже птички поют. Очень люблю такую погоду. Вот и не жарко, и не холодно. Просто супер. Наслаждаешься солнцем. И дышать свежим воздухом. Что еще надо? Вот оно, солнышко. Потрясающе. Легкий ветерок. А я вчера посадила тюльпанчики. Просто лопатой выкопала яму. У меня, смотрю, они прям уже проключились. Уже такие небольшие росточки у них были. Пока я тут стояла в инстаграм, сидела в машине, Гриша взял уже книгу в библиотеке. У него вы заколнили. Я себе рассказала. Там был его фамилия. Фамилия имена. Такой класс, да? А, улица, класс. Это 2019-го. 10 лет назад. Да? Ты все посчитал, что ты в 2009-м родился, да? Да. Я с вами. Я. Я с вами читаю, что я с вами сегодня. Ага. Да, привет, сынок. Ну, как тренировка прошла? Все хорошо. Когда вы едете в Денскую? В первого. Первого февраля? Да. Ну, отлично. Ты хорошо сегодня потренировался? Да, что ты и Калас обыграли, где Саша и Папов. Папов ходит на танцы. Да. Ну, вот видишь, как ты хорошо на танцах уже знакомишься, да? Я Папова давно знаю. Да. Я слова даже не хочу знать. Я сейчас собралась в Аквалу, хотела сказать, в МФЦ. В общем, у нас так интересно. Сейчас буду сдавать документы по делам. Это уже как бы второй тур, знаете ли. Первый тур мы сдавали два раза. У нас в станице документы. Их нормально не приняли. Что-то там, какие-то ошибки. Их все время возвращали. И мы только когда поехали в Денскую... Простите, я будильник отключаю, напоминалку. И мы когда только поехали в Денскую, там у нас приняли это заявление. И с такими этими, что звонили этой девочке, которая у нас в станице здесь принимала, работнику МФЦ, и прям ругали ее. Сейчас у нас второй круг соревнований. Мы вышли в финал. И мы один раз сдали документы. Вернее, я начала писать заявление. Написала везде заявление. Там, где нужно поставить... Ну, у нас адрес горлачевка 11. Она мне говорит на всех заявлениях. Пишем дом, букву Д. А потом такая, ой, наверное, там не надо букву Д писать. И я опять переписывала все заявления. И сейчас опять мне ехать и писать эти заявления. То есть я уже, получается, 4, или 4, 8, 12 раз буду писать заявления. В общем, очень интересные люди работают в МФЦ. Я, конечно, в шоке. Ну, если что, то съездим на третий раз в Денскую. Вот, сейчас еду в Мышастовское МФЦ. Я, кстати, сейчас стала себе напоминалки ставить. Если мне по времени вот что-то в течение дня там нужно, например, к стоматологу, вот Грише, там к 10, да. Я там без 15, без 20, 10 ставлю себе будильник, подписывая его там, например, к стоматологу. Вот сейчас у меня было написано в МФЦ. Вот, чтобы я не забыла. Так что я, короче, живу по плану. Родня смеется с меня. Сказала, что не надо так делать. Нужно развивать память, но я переживаю, что что-то забуду. Так что всегда записываю, либо ставлю напоминалки в телефоне, либо записываю себе в блокнот. Вот. Все, я поехала. Скрещиваю пальчики. Надеюсь, сдам. Все нормально. И 12-й пора списать заявление. Быть счастливым. Все отлично. Я сдала документы. Все нормально. Это никто не виноват. Просто понятно, что такие услуги девочки не каждый раз принимают. Поэтому все нормально. Там просто была записана не та услуга. Меня просто бесило опять писать заявление. Ну, ничего страшного. Все написали. Так что все нормально. МФЦ работает. У нас в библиотеке оно, кстати. Вот. В сельской библиотеке. Вот здесь два раза в неделю. Вторник и четверг. МФЦ приезжает сюда в Станицу. И не надо нам ехать в Денскую. Я, знаете ли, совсем забыла, что день Татьяны. Вот сделала сейчас прянички. Мне напомнили. Вот сделала. Сейчас сфотографирую. И завтра уже буду... Вернее, сегодня отдам. Завтра они уже будут поздравлять кого-то. Мы, в общем-то, сегодня... Папа купил батарейки 10 штук. Да, ты купил? И мы теперь запустили вертолет, Гришин. Поставь, сынок. Не, с рук... О, давай, давай. Попробуем запускать вертолет. Поставь его. Сюда поставь. И что еще? Афоня ездит еще на гоночной машинке, да? Да. Другая, ну... Там какой-то канал, да? Или что? В общем, запускаем вертолетик. У Афонечки машинка. На пульте управления тоже нужно было 5 батареек. А на вертолетик... А на вертолетик 4 надо, да, было батарейки? Да, верно. Давай. На улице не мелочи. Да, да, надо на улице, сынок. А Афоня машинка? Да, да, да. Афоня, теперь ты показываешь, сынок. Ну, сынок, вот так сиси качать. Сиси качать? А как их качать, покажи? Да, вот. Да? А как это называется? Что-то сиси качать, а это вот. А как надо по-девчачьему, ну, по-танциальному качать пресс? Как?